В доме номер 22 на улице Зубковой представители газовой службы попали не во все квартиры, впрочем, как всегда. Это несмотря на то, что работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования всегда выполняются в соответствии с графиком, расписанным на ближайший месяц. Он появляется на официальном сайте Горгаза за 20 дней до начала планируемого месяца. Информируется и управляющая компания дома, а также неоднократно вывешиваются объявления на подъездах с конкретной датой проверки. Бывают разные семейные обстоятельства жильцов, понять которые могут и представители газовой службы. Мы на следующие дни организуем повторные обходы и в почтовые ящики каждому собственнику мы направляем записку, что завтра повторно проводятся эти мероприятия и обозначаем время. То же самое с 9 до 17 часов. Помимо этого мы оставляем телефоны и готовы в любое удобное время для собственников провести такие работы. То есть в виде звонка индивидуального, независимо от того, что полгода назад или в большее время эти работы были закончены на данном доме. Соответственно, мы готовы в любой момент прийти, понимаем, что такие ситуации жизненные имеют место быть. Несмотря на череду взрывов бытового газа в жилых домах, которая принеслась по России за прошедший месяц в Рязани, Иваново, Тюменской области, не все жители нашего города спешат открывать двери газовщикам. Иногда рязанцев приходится подолгу убеждать. В тех же подъездах, где висят объявления о предстоящей проверке, рядом красуются предупреждения о возможных мошенниках, выдающих себя за газовщиков. Люди напуганы. Любой собственник жилья, который усомнился в том, что это работник Горгаза, может позвонить в кадровую службу АО «Рязань Горгаз», ему скажут, что действительно работа проводится и является ли данное лицо, которое представилось работником Горгаза, таковым. Возможно, недоверием можно объяснить тот факт, что с марта по сентябрь в Рязани было незаконно установлено газовое оборудование на шести адресах, включая газовые водонагреватели. В этом случае люди часто путают водопроводные и газовые трубы, что приводит к залитию водой последних. Виновники несут расходы, которые идут на устранение нарушений. Непонятно, что ими двигало. Хотя в договоре на технической обслуживании сказано, что все заявочные ремонты проводят организации, с которой заключен договор. И мы ждем их звонков для того, чтобы все эти работы выполнить квалифицированно. С другой стороны, за прошедшие две недели многие рязанцы бросают свои дела и спешат заключить договор с Горгазом, чтобы проверить оборудование в квартирах. Участились случаи звонков и тех, с кем договор уже существовал. Плановая проверка газового оборудования по стандарту происходит в каждой квартире раз в три года. Это как техосмотр автомобиля, также необходимо и важно. Объявление наше видели. Мы делаем профилактику в вашем доме, профилактика платная с 300 рублей. Делаем, да? Угу. Замечательно. Для того, чтобы оборудование работало исправно, газовщики проверяют целостность газопроводов в соответствии их проектному решению, наличие доступа к оборудованию в квартирах и подъездах, осуществляется проверка герметичности газопроводов и запорных устройств, разборка и смазка кранов, плиты, прочистка горелок, проверка на утечки и многое другое. 300 рублей за такой техосмотр не так сильно ударят по карману, как ликвидация последствий взрыва газа. Раз в три года нужно отпроситься с работы, чтобы уделить один день важному событию. Все, что требуется от рязанцев. И напомним, при любом подозрении на утечку газа или при его запахе, звоните в круглосуточную экстренную службу по единому номеру 04.